Немного о том, как в сети создается информационный пропагандистский шум. Не успели мы вложить ролик с разоблачением фейка о сдаче в плен более тысячи морских пехотинцев вооруженных сил Украины, с предложением включить в будущие ролики новых персонажей типа бандеровца-мальчиша-плохиша и женщину-снайпера. Как будьте любезны, вечером того же дня на одном из пропагандистских российских каналов появляется следующий ролик. Под бойким названием задерживают снайперш, выходящих с завода Азовсталь. Комментировать этот фейк вообще довольно сложно. Единственное, что можно сказать, что женщина, выходящая с завода, имеет довольно длинные волосы и неплохую укладку для человека, которого можно подозревать в участии в боевых действиях в осажденном месте. Кроме появления традиционной эротической фантазии российских вооруженных сил, которая известна уже лет 30 как минимум в Новой России и много-много лет в Советском Союзе. Ничего рационального в этом двух с половиной минутном ролике нет. При этом за два дня миллион триста тысяч просмотров и двадцать шесть тысяч лайков. При этом огромное количество лайков на лайки, огромное количество комментов злобных, злобных и активно пропагандистских. Ну вы можете себе представить, чтобы подобная чушь могла собрать миллион сто тысяч реальных просмотров? Мне в это сложно поверить. Смотрим фрагмент нашего предыдущего ролика и этот самый классический ролик о женщине-снайпере. На будущее я хочу предложить вставить еще несколько новых персонажей в такие ролики, потому что кастинг совершенно скверный. Стоит безусловно вставить вместо так называемых офицеров, так называемого ДНР, ЛНР, поставить российского генерала или хотя бы полковника для солидности. Я понимаю, что хочется показать, что это некие мифические части ЛНР, ДНР воюют, но тем не менее. Кроме этого, необходимы, на мой взгляд, еще несколько персонажей, которые дополнят картину. Некоторые персонажи уже появились, но еще стоит добавить мальчиша-плохиша, маленького бандеровца, у которого дед воевал бок о бок с Шухевичем, и который циркулем выкалывает глаза российским пленным и вырезает у них на спине трезубы. Кроме того, я давно не слышал о прибалтийских-балтийских снайпершах. Белые колготки, которые появлялись и на Абхазской войне, и на Приднестровской, и на Чеченской, и практически на всех войнах, в которых участвовала Российская Федерация. Без этой эротической фантазии российских военнослужащих война кажется неполной. Из окруженного металлургического завода в Мариуполе все больше и больше стремятся выйти всевозможные люди и растворятся в городских улочках. По последним сообщениям спецвоенкоров, что освещают события непосредственно с места действия, в последнее время участилась неожиданная женская активность вблизи завода «Азовсталь». Все больше и больше женщин одетых в гражданскую одежду по непонятным причинам находятся вблизи металлургического завода. Военные патрули, находящиеся рядом с заводом, задерживают всех лиц и досконально проверяют. Все находятся на подозрении, что служили в нацбатах в качестве снайперов и теперь стремятся любыми путями под видом гражданских лиц покинуть город. У проверяющих задержанных лиц есть списки, по которым ведется сверка данных. Один из военкоров сумел заснять действенное задержание одной из женщин, которую реально задержали и заподозрили в пособничестве нацбатовцам. Подозрительная особа была остановлена рядом с заводом, практически на выходе из него. В поведении задержанной оказалось много странностей и различных точек нестыковок по теме. Подозрительная женщина вела себя довольно раскованно в мужском окружении, когда ее сопровождали до пункта проверки контрразведки. Снимающим ее человеку данная особа успела кинуть фразу, чтобы он ее не снимал, а то потеряет телефон. Также она успела махнуть в сторону снимавшему ее рукой с жестом предупреждения. Помимо всего прочего, женщина хромала на левую ногу и придерживала ее рукой. По всей видимости, у нее была некая травма, что вполне возможно, если она находилась в составе контингента нацбата на заводе. Ну и конечно, что самое интересное, это то, что у данной женщины не оказалось местной прописки, хотя она заверяла всех, что живет в городе, больше 20 лет и что такое вполне возможно. А еще, как тонко подметил некто из сопровождавших, у данной задержанной был явно не местный акцент. И еще было несколько настораживающих моментов в поведении этой задержанной. Проверочную процедуру просто так ей пройти все же не удастся, и так будут проверять теперь всех, кто выйдет с металлургического завода Азовсталь. Окончательно все на свои места расставит следствие и установит, причастны ли задержанные к действиям нацбата в городе или нет. Вот так заполняется, собственно, интернет-эфир. Но если в этой фантазии на эротические темы хотя бы есть некоторое соответствие смысла фотографии и сопроводительного текста, то в следующем ролике, появившемся на следующий день, просто такое совпадение отсутствует. Взятые фотографии, которые уже анализировались нами из пропагандистского ролика Сладкова, туда добавлен текст, туда добавлены фотографии из другого ролика, и в результате подложен текст, практически не имеющий отношения к показанным материалам, разве что в самом конце. Ролик занимает чуть больше трех минут, и смысла почти никакого. При этом снова 700 тысяч просмотров за один день. Появляется здоровая зависть. Как это можно? Ничего не сказать и получить 700 тысяч просмотров. За что ставят лайки в роликах, где текст не соответствует иллюстративному материалу, остается вопросом. Вот так готовятся пропагандистские фейки, которые заполняют эфир, заполняют интернет и пытаются отнять время у пользователей. И таких сейчас в сети тысячи, с такими же фиктивными сотнями тысяч и миллионов просмотров. Люди, будьте бдительны, включайте голову. Сейчас вы посмотрите образец этого информационного творчества. Мой брат – кадровый полковник российской армии, командир воинской части, прикрывающий наше небо посредством ЗРК С-300. О своей службе распространяться крайне не любит, поскольку степень секретности высокая. Ну и я поэтому лишний раз не спрашиваю. Естественно, у него множество друзей военных, служащих по всей территории нашей необъятной родины. С кем-то учились вместе, с кем-то служили. Есть и те, кто сейчас участвует в спецоперации на Украине. На днях он приезжал в служебную командировку в Питер и, конечно же, встретились. Он то и рассказал мне эту любопытную новость с полей. В нашей прессе подобный факт был преподнесен, как разовое явление, по факту же все намного шире. Итак, ситуация такова, что пишут в СМИ. Пограничники ВСУ с КПП Чангар впервые сдались, нашим в феврале, без боя. Позже их отпустили в рамках того самого обмена 86-86. Не забыв взять подписку о том, что они больше не встретятся российским военным на поле боя. Счастливые ребята, порадовавшись, что остались живы и невредимы, собирались посвятить себя мирной жизни и уехать к своим близким. Но не тут то было. Сначала их потащили на допрос с пристрастием в СБУ, после чего дали автомат и пинком под зад погнали снова на передовую. Солдатики посовещались и побежали сразу сдаваться снова. Наши их приняли, но с некоторым недоумением, а что с вами делать то? Только снова не обменивайте, давайте мы лучше будем на улицах городов порядок, наводите дома строить, которые сами разрушили. А теперь расширенная версия. Самостоятельная сдача в плен украинцами – явление массовое. Тысяча с лишним в Мариуполе – это лишь то, что получило широкий резонанс благодаря освещению в прессе. И все это говорит только об одном – украинцы, как народ, мягко говоря, практичный, отлично понимают, кто скоро станет победителем и поэтому всеми возможными способами пытаются откреститься от своего вождя и тем более нацистской идеологии. Поскольку их число увеличивается постоянно, остров стала проблема, что же с ними делать. То есть, представьте, входят пять наших танков в деревню, навстречу бегут пять воинов ВСУ с поднятыми руками, их же надо где-то устроить, да так, чтобы не напакостничали, кормить, поить. Вроде как приняли решение отправлять подальше от линии фронта на территорию Донбасса у границ с Россией и действительно использовать как рабочую силу, пусть отрабатывают нанесенный ущерб. Но общий смысл посыла не в этом. В то время, как в профильных проукраинских пабликах на Фейсбуке среди диванных аналитиков витают версии о боевом настрое ВСУ и скором взятии Москвы, по факту, те самые герои, которым слава, бегут с поля боя, что есть мочи. Притом не к своим, которые тут же пошлют обратно, либо, что еще хуже, обвинят в дезертирстве и просто пустят пулю в лоб, а к нашим злобным оркам, которые приютят, накормят и не будут обижать. Как мы видим, наше выступление все-таки не проходит даром, несмотря на мизерное число подписчиков и некую маргинальность нашего канала, как нас называют отдельные доброжелатели. Будем продолжать работать. Продолжение следует...